МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна рана на голове. Вполне возможно, что просто собаку хотели убить и не добили. Зоозащитники из Златоуста нашли избитую собаку. Женщина за рулем иномарки опрокинулась с трассы в кювет. Дама скончалась на месте. В той же машине ехали трое ее детей. Бетумовоз и грузовик столкнулись на трассе М5. Многотонник, перевозивший стройматериал, загорелся. Подробнее об этих и других дорожных ЧП расскажет Константин Гришенков. В Верхнеуральском районе 33-летняя женщина села за рулем иномарки. Водительских прав у автоледи не было. С собой женщина взяла троих детей. По предварительным данным, на изгибе дороги она не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. По данным ГИБДД, женщина скончалась на месте. Мальчики 6 и 7 лет получили травмы. Будут лечиться дома. Трехлетние девочки оказали разовую медицинскую помощь. Автоинспекторы выяснили, что дети ехали на заднем сидении без удерживающих кресел. А бесправник из Златоуста тоже не справился с управлением. Мужчина-пенсионер. Что же случилось-то с вами? Да, ничего не случилось. Просто машина упала, да и все. Вот скользнули, что ли, на дороге? Да, скользко было. И все. Занесло, получается? Да. Вы сами-то как, не пострадали? Да нет. Из машины пенсионер выбрался сам. Скорее всего, тормоза отказали, как обычно. Многотонники столкнулись недалеко от Юрюзани. На мосту грузовик, который перевозил битум, загорелся. Из-за аварии движения на этом участке трассы М-5 перекрыли и сделали объезд через Котов-Ивановск. По предварительным данным, у битума ввоза действительно отказали тормоза. Известно, что пострадал один человек. Травмы оказались несерьезными. Сейчас движение по дороге уже открыто. А это видео снято на перекрестке проспектов Свердловского и Победа и в Челябинске. Здесь вспыхнула грузовая «Газель». По словам очевидцев, машина оказалась на середине дороги. Вспыхнула именно кабина. Тушить приехали пожарные. Известно, что пострадал водитель горевшей машины. В Чебаркульском районе водитель Hyundai сбил 25-летнюю девушку. Она была на проезжей части. После удара девушка не выжила. Шкода и Жигули столкнулись в Агаповском районе. По данным ГИБДД, за рулем иномарки была женщина 54-х лет. Она не уступила дорогу отечественной легковушке. Ей управлял 23-летний молодой человек. Он скончался на месте. Его пассажир-подросток попал в больницу. Автоледи будет лечиться дома. Две легковушки не разъехались на перекрестке улиц Энгельса и коммуны в Челябинске. Судя по видео, обе машины такси. По данным ГИБДД, водитель отечественного автомобиля при повороте налево не пропустил иномарку, которая ехала навстречу. Травмы получила женщина-пассажир. Снова трасса М5. Многотонник чуть не вылетел с моста. Уперся в отбойник. По словам пользователей сети, у фуры лопнуло колесо. Кузов был загружен пивом. А это Магнитогорск. Хозяин регистратора едет прямо, и тут перед ним появляется легковушка. В последний момент автор видео успел затормозить. Обошлось без ДТП. Это видео тоже из Магнитогорска. Хозяин регистратора едет по своей полосе. Встречные автомобили за трамвайными путями. Но вдруг автор видео оказывается нос к носу с грузовиком. Его водитель, видимо, перепутал полосы и поехал по встречке. Константин Гришенков, Елизавета Болдырева, Анна Нова, ОТВ. Пожар на берегу озера. Большой теренкуль загорелось деревянное здание. Подсобное. В этот момент внутри спал сотрудник базы. По данным МЧС, пламя вспыхнуло поздно вечером. Дым из-под кровли здания увидел сотрудник базы. Он вспомнил, что в помещении может быть его коллега-пенсионер. Вытащил пожилого мужчину на улицу. В крайне тяжелом состоянии пострадавшего увезли в реанимацию. Там пенсионер скончался. Огонь в здании потушили пожарные. По словам огнеборцев, уничтожены кровля, перекрытие стены и мебель. По предварительным данным, причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Девушки, которая ударила возлюбленного шампуром, ужесточили наказание. Ее адвокат подал на апелляцию. Требовал оправдать подзащитную, но суд поступил иначе. Напомню, приговор Светлане Бояриновой вынесли 7 марта. На 6,5 лет отправили в колонию общего режима. Кроме того, осужденная выплатила компенсацию морального вреда матери и родным братьям возлюбленного – 1 миллион рублей. Возместила затраты на похороны – 79 тысяч рублей. Наказание девушки назначили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть». Все произошло год назад в Сосновском районе. Молодые люди вместе с другом приехали на озеро Косарги. У возлюбленных начался конфликт якобы из-за ревности. Тогда осужденная схватилась за шампур и ударила мужчину в грудь. Он скончался. С судьей девушка общалась по видеосвязи из колонии. Лицо спрятала за медицинской маской. По решению суда апелляционной инстанции под стражей она проведет также 6,5 лет. А вот компенсацию морального вреда родственникам увеличили на 300 тысяч рублей. Добавлю, мама и братья погибшего просили увеличить срок под стражей для девушки. Дело об избиении в Троицком районе передали в суд. Расследование окончено. Напомню, все произошло в сентябре прошлого года. Молодые люди в респираторах на лицах вывезли в лес 25-летнего мужчину. Били деревянными палками. Все происходящее засняли на видео. Готов ответить за поступкой. Может быть, еще раз извинишься или что-нибудь скажешь тем, кто поступает так же. Ребята, не делайте никогда так лучше. Скажи свое внутреннее состояние. Как тебе сейчас? Страшно. И после этих слов парня жестоко избивают. Согласитесь, кадры не для слабонервных. За это избиение перед судом предстанут пятеро молодых людей. По данным прокуратуры, сам потерпевший в полицию не обращался. Боялся, что если подаст заявление, то ему будут угрожать. Оказалось, что на счету криминальные пятерки не только этот инцидент. По версии следствия, они также избили двоих троичан. Их тоже вывозили в лесополосу. Подобной ситуацией оказался и житель Магнитогорска. По одной из версий, нападавшие работали по найму. Якобы через интернет получали заказы от наркоторговцев. Все просили наказать закладчиков, которые не отдавали деньги, вырученные за продажу запрещенных веществ. Теперь молодых людей обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести и истязании. Двое из них сейчас под стражей, еще трое под подпиской о невыезде. Все они жители Магнитогорска. Тем временем в Златоусте избили собаку. Четвероногой пробили голову и выбросили животное в лесу. Об этом пишут пользователи соцсети. Хвостатую с травмами нашли зоозащитники. Еще одна рана на голове. Вполне возможно, что просто собаку хотели убить и не добили. Они, может, ее долбанули, она сознание потеряла, они ее вывезли, выкинули. Выбросили собаку. Опухоль, да? Да, у нее опухоль. Лучше посыпили. На глазки, посмотрите, какие. Вот они, Маринка, на, снимай. Выкинуть такую собачку. Хвостатой дали кличку Шанти. По словам зоозащитников, раненая собака лежала в лужина окраине леса. Удалось выяснить, что раньше она жила у садоводов. 15 лет в одном и том же доме. В начале прошлой недели ушла. Потом собаку якобы лопатой избил сторож. Напомню, максимальное наказание за жестокое обращение с животными – 5 лет лишения свободы. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Булдарева. Увидимся на телеканале ОТВ. Далее программа «Есть вопрос». Сегодня речь пойдет о китайском рынке. Нужен ли он Челябинску? Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова